Привет, меня зовут Вала, сегодня мы с тобой порисуем небольшие скетчики в новой для меня рубрике. Сегодня у нас тема это козлы. Козлы, козлята, иногда я их путаю с ягнятами, надеюсь, что не путаешь. Почему такой выбор странный для тем более первой рубрики, не анатомия человека, не что-то близкое к тому, что я рисую. Именно потому, что такое я обычно не рисую в ежедневной жизни. А тут в одном скетче, который я иногда делаю сама для себя, мне понадобились эти прекрасные животные. И сегодня я выбрала вот такие вот референсы на Пинтересте, в общем доступе, так скажем, в интернете. Я нашла вот такие вот референсы козлов. У нас тут, смотри, есть сверху и анатомия для художников, то есть построение головы, небольшие анатомические зарисовки, потом справа у нас идут копыта. Слева у нас одна картинка, справа другая картинка, которая сейчас начинает делать скетч. Я буду делать потихонечку в реальном времени, так что ты сможешь видеть, как я криво-косо строю козла. Вот, или козлицу, или козлиху, я не знаю, как правильно пиши в комментариях. Вот, я не очень. Вот, слева также у нас есть такой, как бы, ракурс, получается сбоку. Я буду рисовать козлов, опираясь на вот эти вот референсы картинки, именно вот с этих двух фотографий. То, что и слева получается, вот эта черная маленькая фотография, потом ее увеличу, и то, что справа я рисую сейчас. Я делаю вот такой вот грубый набросок, в основном опираясь на какие-то визуальные, геометрические формы. Я так обычно рисую все непонятное с референсов, советую тебе. То есть, я делю объект на такие какие-то формы, не обращая внимания, что они кривые косые, потом обычно я вытащаю скетч поверх. То есть, я делаю первый черновой скетч, потом второй чистовой, либо же сразу начинаю рендер. В последнее время я чаще прибегаю именно ко второму варианту, потому что мне так, как мне кажется, проще совмещать чистовой скетч и рендер. Лайн я стараюсь не делать, это немножечко не мое, поэтому так. Итак, здесь я получается, на данном этапе я продолжаю делать набросок. То есть, я немножечко уменьшаю картинку, я увидела, что он немножко не помещается. Во-первых, переношу на отдельный слой, потому что я рисовала ее на слой с референсом. Ну и соответственно, уменьшаю немножко. Здесь небольшая, но заминочка, будет ничего страшного. Вот, если вдруг у меня получится нарисовать этот скетч до конца, я потом его пришлю в мой телеграм-канал, на который ты можешь подписаться прямо сейчас. Он находится в описании видео, а также в первом закрепленном комментарии. Обязательно переходи, смотри ссылочки, я буду очень рада. Итак, я уже заканчиваю делать первый наш скетчик. Я рисую, получается, копыта уже, которые находятся, собственно говоря, на земле. Также немного округляю сверху, получается, попу козла и хвостик. Сейчас нарисую. Итак, что дальше будет происходить? Дальше я решила не усложнять себе жизнь, а, собственно говоря, сразу приступить к раскрашиванию. То есть, я выделила основную цветовую гамму на этих двух фотографиях. Естественно, показ референсов, чтобы определить цвета. Иногда мне тяжело определять цвета с фотографии по первому сграду, поэтому я иногда не стесняюсь пользоваться пипеткой. Так у меня получается запоминать, какие где цвета, немножко ориентироваться в цветопередаче. Ну, вот так вот тяжело ее усваиваю. Итак, выделив основную цветовую гамму, я, получается, начинаю раскрашивать и сразу чуть-чуть так вот, как бы прорисовывать козла, уточнять какие-то формы. То есть, здесь сразу видно, что уже относительно каких-то частей я уже стараюсь не придерживаться скетча, рисовать более правильные какие-то формы, которые будут выглядеть близко к оригиналу, то есть. Итак, я продолжаю рисовать. У нас тут копыта. Также, видишь, без белого использую голубоватый оттенок, который, в принципе, зачастую в природе и преобладает. То есть, у нас чисто белого в природе очень мало. Я думаю, что если ты рисуешь тоже, как и я, то ты знаком с этой теорией или не теорией, или даже практикой. Я не знаю, я не преподаватель, не профессиональный художник, но дело обстоит в том, что чисто белого на артах достаточно мало должно быть. Вот. Это всегда какой-то оттенок белого, смешанный с другим каким-то оттенком. Итак, на данном этапе я уже заканчиваю скетч, и как ты можешь видеть, я поверх скетча себе рисую вот такую небольшую как бы подсказочку, на которую я буду потом опираться, когда буду делать арт с этими прекрасными животными. Вот. Опять же, тут я пытаюсь построить что-то еще в районе тела, но получаются какие-то просто произвольные фигуры. Не думаю, что мне это потом пригодится. Тут я хаотично перехожу и решаю порисовать копыта. Вот. Штриховку не берите у головы. Опять же говорю, варни для профессиональных художников. Я думаю, ваши нервы не выдержат. Итак, далее немножечко изучаю, получается, строение головы, которое у нас было на верхних фотографиях. Пытаюсь немножечко это перерисовать, но получается криво-коза, потом просто обвожу тело, чтобы опять понять строение для себя, и приступаю к рисованию второго козла. Он мне нравится в этом плане больше, он выглядит круче, чем первый козел, он такой типа с огромными рогами, и мне кажется, очень даже хорошо подходит под тот арт, который я планировала, вот, если я вообще дорисую, поэтому его я рисовала с большим удовольствием. Опять же, я намечаю основное строение его лица, получается, намечаю там, где будет рога, намечаю уши, и здесь уже как бы я действую немножечко смелее, то есть я уже знаю примерное строение, я уже попробовала нарисовать одного, я попробовала рисовать копыта, я попробовала, увидела формы основные, здесь я уже рисую смелее. Надеюсь, что это видно по скетчу, и, в принципе, я себя чувствовала смелее на тот момент. Единственное, что с рогами, конечно, не сразу я поняла форму, и немножечко, возможно, передала ее неправильно, думаю, в целом это выглядело довольно-таки приемлемо, ты дальше увидишь. Итак, опять же, я выделяю основные цвета, изучаю, опять, возможно, где-то обманываются взгляд, скажем так, потому что кажется, что они посветлее, серы, коричневые, они всегда разные. Я выделила основные цвета, то есть это, как здесь мы можем посмотреть по палитре ниже, это кардинально другие цвета, как были на первой палитре, то есть первый козлик был такой живой, зеленый, классный, крутой, а второй такой немножечко мрачноватый, вот он больше походит в ту концепцию, которую я планирую нарисовать, поэтому его рисовала, скажем так, с большим пристрастием, с большим вдохновением. Здесь, получается, я прорисовываю глазки, прорисовываю рога, стараюсь сохранять форму, то есть здесь мы видим, что сверху я делаю чуть светлее, чтобы показать, что форма такая немножечко плоская у них там, и отзеркаливаю, естественно, чтобы не рисовать, не тратить время на второй рог, тут все понятно. Итак, далее рисую складочки, тут у нас немножечко поднимается шерсть, он, в отличие от первого козла, такой более упитанный и более у него как мохнатый, что ли, я не знаю, как сказать, у него прям такая шерсть, кудрявая, местами была не гладкая, как у первого козла, вот, он мне понравился, в принципе, больше, возможно, это баран, возможно, это не козел, я не знаю, пишите в комментариях, я не разбираюсь, честное слово, извините меня, референсы на Винтересте были не подписаны, вот, дальше, получается, рисую копыта, уже опираясь на те знания, которые я получила до этого, то есть мы до этого, вернее, я до этого рисовала копыта, и тут я уже рисую их более как осмысленно, скажем так, набоечки на копытах, и, собственно говоря, в принципе, у нас скидь закончен, у меня, я еще рисую травку, чтобы это было какое-то, какой-то цельной картинкой, чтобы он не был просто лежачим на пустоте, вот, прорисовываю некоторые травиночки и заканчиваю набросок, и еще нужно будет там немножко, по-моему, потереть какие-то черновые варианты, и я уберу еще фотографию, и там будут небольшие проблески, я их тоже дорисую, вот, сейчас пока дорисовываю, мы с тобой подытожим. Итак, сегодня я довольно-таки продуктивно порисовала, на оба скетча у меня ушел, по-моему, ровно час выписи, потом на спидпейнте я это посмотрела и удивилась, то есть получается на один скетч, на одного козла, грубо говоря, я потратила полчаса, как бы это смешно не звучало. Здесь я их уже размещаю рядышком, также я, по-моему, сделала красный набросочек по строению и на второго козла, но потом я их, по-моему, оба скрыла, если мне не изменяет память, чтобы опубликовать картинку в телеграме, в моем, вот, где я также попросила вас опубликовать свои, возможно, какие-то скетчи, если ты рисуешь, буду ждать тебя обязательно там, в теме скетчей, увидеть какие-то твои зарисовочки, возможно, ты что-то тренировал в последнее время рисовать, какие-то необычные темы, или наоборот, какие-то сложные темы, вот, буду очень рада посмотреть, и, возможно, тоже мне это покажется интересным, я тоже могла бы эту тему попробовать повторить в видео, например. Вот, здесь я, получается, также почему-то очень долго отдельно порисовываю строение для себя, тоже запоминаю обязательно, то есть я это делаю не для кого-то, это я делаю для себя. Я рисую и запоминаю, как получается, я буду потом рисовать, из каких частей фигуры я буду строить потом козлов у себя на арте. Итак, после того, как закончили, я подбираю подходящий фон, это, как обычно, серый какой-нибудь, светлый, потому что он не особо бросается в глаза и, в принципе, как бы не перебивает основные картиночки. И вот такие вот два прекрасных козлика у нас с тобой получились. Вот, буду очень рада, если ты оценишь это видео, если тебе оно понравилось или не понравилось, ставь лайк или дизлайк, пиши комментарий, как положительный, так и негативный. Буду рада любой содержательной критике, буду рада любым положительным каким-то высказываниям, негативным высказываниям, но, пожалуйста, обоснованным. Необоснованная критика, она пролетает обычно мимо ушей, поэтому все равно, как бы, это останется неотвеченным, скажем так. Вот, но обычно я стараюсь комментарии не удалять никакие. Вот, но на этом я с тобой прощаюсь, была очень рада видеться с тобой, услышаться видео. Пиши в комментариях, кого или что мне еще порисовать, возможно, какие-то сложные вещи, какие-то необычные вещи. Я буду очень рада расширить свой такой художественный, скажем так, кругозор и порисовать что-то для тебя новое и необычное. До скорой встречи, пока!